МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коренная техническая реконструкция российского железнодорожного транспорта привела к замене устаревших паровозов экономичными локомотивами, тепловозами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания и электровозами. На электровозе применяются асинхронные конденсаторные электродвигатели с короткозамкнутым ротором повышенного скольжения. Асинхронный двигатель состоит из статора и ротора. Статор – неподвижная цилиндрическая часть, в пазах которого размещена обмотка, создающая вращающееся магнитное поле. Ротор – набранный из листовой стали и укрепленный на валу цилиндр, вращающийся внутри статора. В проводах ротора, вследствие пересечения их силовыми линиями вращающегося магнитного поля статора, возникает ток. Взаимодействие этого тока с магнитным потоком вызывает появление сил, заставляющих ротор вращаться в направлении вращения магнитного поля. Из-за некоторого отставания движения ротора относительно магнитного поля двигатель получил название асинхронный. Такой двигатель очень прост, легко переносит механические перегрузки, но требует для своего питания трехфазного переменного тока. Для этого на крыше электровоза укреплены токоприемники – пантографы, которые прижимаются к контактному проводу и передают электрический ток к тяговым двигателям электровоза. Ток, пройдя через пантограф к тяговым двигателям и совершив в них работу, частью уходит в рельсы, а затем возвращается на тяговую подстанцию. Единственный недостаток электровоза – необходимость строительства дорогой контактной сети. Поэтому электровозы и применяются в основном на участках с интенсивным движением, где затраты на строительство быстро окупаются. Где загруженность дорог не столь велика, используются тепловозы – локомотивы с двигателями внутреннего сгорания. Принцип действия ДВС основан на преобразовании химической энергии топлива, сгорающего в рабочей полости, в механическую работу. Поступивший в цилиндр двигателя воздух сжимается поршнем и нагревается. В нагретый воздух впрыскивается через форсунку топлива, которая воспламеняется и сгорает. В результате сгорания топлива в цилиндре образуются газы с высокой температурой и давлением. Под давлением газа в поршень перемещается вниз и совершает работу. Двигатели внутреннего сгорания имеют шатунно-кривошипный механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение вала. Двигатели локомотивов постоянно совершенствуются, ведутся научные разработки по увеличению их мощности и надежности, а также расширению ассортимента применяемого топлива.